Привет! Все мы живем в странах, которые вместе назывались СССР, и у этого союза было влияние почти на полмира. Так давайте узнаем, какой была внешняя политика у Советского Союза. Поговорим про ранний период до Второй мировой войны, Хрущевскую оттепель, эпоху застоя Брежнева и перестройку. Поехали! Деятельность внешней политики СССР проводил Народный комиссариат. В основе официальной идеологии внешней политики в начальное время лежала идея мировой революции, затем мирного сосуществования. Ранний период С образованием молодого советского государства перед правительством стояла задача по подписанию мирных договоров с Германией и другими странами, получение международного дипломатического признания. К моменту создания СССР были заключены Московский и Рапальский договора, прорыв дипломатической изоляции, завершены военные действия с западными соседями Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией, а также сохранялся территориальный спорт с Румынией из-за Бессарабии. К февралю 1922 года советское правительство поддерживало официальные отношения с 11 государствами – Германией, Великобританией, Турцией, Ираном, Афганистаном, Монголией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. В 1925 году был заключен Пекинский договор между Японией и СССР об установлении дипломатических отношений. Немного спустя был подписан Берлинский договор о ненападении и нейтралитете, заключенный между Веймарской республикой и СССР. Через 7 лет начались дипломатические отношения с США, а через год – вступление в Лигу наций. Однако, через 5 лет, когда СССР напал на Финляндию, он был исключен. Кроме всего прочего, был подписан Пакт Молотова-Риббентропа о дружбе и ненападении между Советским Союзом и гитлеровской нацистской Германией. Между тем, после окончания войны, Советы присоединили всю Прибалтику, Бессарабию и Буковину. Спустя некоторое время после победы над Гитлером, была создана Организация Объединенных Наций, куда сразу вступил СССР, также подписав Советско-Китайский договор о дружбе и союзе. В 1947 году началась всем известная холодная война, сподвигнувшая созданию Коминформа, осуществлявшего международные спецоперации по вопросам поддержки коммунизма в странах, где не было установлено непосредственного правительства. Спустя три года началась Корейская война. Конфликт, в котором прямо брал участие СССР, который организовывал поддержку КНДР в противовес западным силам со стороны Республики Корея или просто Южной Кореи. После смерти Сталина с приходом Хрущева война закончилась и начал создаваться ОВД – Организация Варшавского договора. Военный союз восточноевропейских стран с марионеточной и просоветской властью, который формально появился против создания НАТО, но историки считают, что страны ОВД служили по большей части как буферная зона между Западным миром и СССР. В 1962 году случился Карибский кризис, чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами, которое было вызвано размещением США ядерного оружия в Турции в 1961 году. И впоследствии тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений вооруженных сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие, кризис мог привести к глобальной ядерной войне. В конце 1950-х годов начался советско-китайский раскол, поскольку Мао Цзэдун, адепт Сталина, не поддерживал антисталинистскую политику Хрущева, также был вызван пограничный конфликт на острове Даманский. В начале 1970-х вместе с уходом Хрущева началась разрядка. Политика, направленная на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей. А в конце 1970-х началась Афганская война. Конфликт между правительственными силами Афганистана при поддержке ограниченного контингента советских войск и маджахедами, финансируемыми НАТО. Перестройка Важнейшими событиями стали вывод советских войск из Восточной Европы и Афганистана. За эти годы состоялось несколько встреч Горбачева с президентами США Рейганом и Бушем. Прекращение холодной войны вместе с разрушением Берлинской стены и ликвидацией Варшавского договора не привели к миру на основе нового политического мышления. Военно-политический блок НАТО, созданный для войны с СССР, не только не был распущен, но еще и более укрепился.